Расскажите, что с машинкой не так вообще? Ну, первая проблема, то что она скачет по всей ванной. То есть, как я ее не выставлял, она все равно продолжает ездить по всей ванной. Это первое. Насколько сильная и как часто? Да, при каждой стирке. Даже как бы от белья не особо. Сильно съезжает вперед? Ну, где-то. Она бывает и вперед выезжает, а бывает упирается в стенку и начинает лукать об стену. Это первое. И второе, я замечаю, после того, как она постирает, либо в процессе стилки бывает, образуется внизу такая небольшая лужа. То есть, где-то подтекает вода, но где-то вот так. Лужа спереди? Да, лужа спереди. Справа, слева, по центру? По центру. По центру бывает немного там. Сверху, да. Ходит справа, да. Я понял. Хорошо, сейчас будем разбираться. Все, что нам на данный момент известно, это первое, то, что стиральная машина подтекает. Подтекает она, в общем-то, где-то спереди. Значит, вот у нас видно след. Он здесь вот так, если смотреть вот отсюда, сверху, я не знаю, Паша, от тебя будет видно. Вот если смотреть от меня, видно, что вот здесь вот есть такой, как бы вот в этом участке, на вот этой панели есть налет. Более того, я уже чувствую, что она здесь мокрая. Вот она. Вот. Это говорит о том, что, скорее всего, у нас она подтекает вот здесь вот с этой манжеты. Тут есть несколько вариантов. Для начала мы осмотрим манжету. О! Вот. В принципе, все уже понятно. Значит, у нас проблема с манжетой. Значит, смотрите, она надорвана. А вот этот как раз край манжеты, вот этот вот краюшек, он должен быть целенький, так как именно этот край, сейчас увидите, прижимается к стеклу. Надеюсь, увидите. Да. Вот, видишь? То есть у нас вот этот край манжеты, он как раз отвечает за то, чтобы создать герметичное соединение между стеклом дверки и, собственно, корпусом стиральной машины. Значит, здесь он у нас надорван. Давайте позовем клиента и, собственно, скажем ему, что у нас проблема с манжетой и что нам ее придется менять. Значит, смотрите, у вас здесь порвана резина, ну вот манжета люка. И из-за того, что она как раз здесь разорвана, у нас через это место, здесь она как бы герметизируется как раз в этом месте, вот этим краем, он надорванный и отсюда у нас подтекает вода. Поэтому она у нас течет. То, что у вас машинка, скорее всего, съезжает и, собственно, тот туда, то сюда, это, скорее всего, мы сейчас еще раз берем, увидим, но, скорее всего, придется менять амортизан. А резина каким образом порвалась? Ну, я затрудняюсь ответить, но вообще обычно вот в этих местах резина рвется, знаете, когда вот у нас, например, много вещей в стиралке, ну или просто вещи в стиралке, мы обычно как их вытаскиваем? Мы же не вытаскиваем их, аккуратненько так взять, например, вытащить. Мы их обычно просто оттуда вытягиваем. И бывает такое, что, например, когда мы вытягиваем какую-то, не знаю, спортивную кофту или куртку, у которой есть какой-то замок или еще что, бывает, что он как-то закусывается за резину, и вот в этот момент мы ее как бы оттуда вырываем, вот этот кусочек. Это, ну, не могу сказать, что очень часто бывает, но вот, как правило, в большинстве случаев, вот если резина здесь надорвана, вот тут особенно по нижней части, то это как бы говорит о том, что, скорее всего, вы ее отсюда вырвали вместе с вещами. Это, ну... То есть замена резины вот эту вот течь устранит, да? Ну, конечно, да. То есть она у нас течет, вот здесь вот даже видно, вот если присмотреться, здесь даже видно такие как бы потеки, ну, не знаю, то есть налет остался на них. И вот даже, вот если, я не знаю, с вашего ракурса видно, здесь вот на панели видно такое как бы темное. Это тоже налет, то есть здесь течет вода постоянно. Она не сильно, но она натекает. И она здесь вниз у нас скапывает, и вот фактически здесь вот по стеку идет. Ну, и плюс амортизаторы. Так, я понял. А комплектующие вот эти, которые вы хотите менять, вы предоставляете сами, да? Ну, да, мы... Ну, в большинстве случаев, как правило, да, то есть, как правило, мы запчасти эти все берем свои. То есть мне придется съездить, я не брал с собой манжету. Амортизаторы я взял, потому что я предполагал, что, скорее всего, придется менять, так как вы говорили по телефону, что она как бы ездит по ванной. Вот, а манжету люка я не брал, потому что я не был уверен, что это проблема именно, ну, что течь через манжету. Вот, поэтому за манжетой я съезжу, в принципе, и сегодня можем сделать. Я вас понял. А какая цена такого удовольствия в области вашей работы с комплектующей? Так, смотрите, вообще замена... замена манжеты... Условно будем брать так, учитывая, что мы вместе меняем амортизаторы, манжету, значит, замена... Работа, замена манжеты, замена амортизатора вместе будет 900 гривен. Если мне не подводит память, манжета новая где-то в районе 400, если мы говорим, кстати, не оригинальной резине. Она нормальная, то есть, ну, в общем-то, я бы ее оставил. Вот, просто оригинальная будет стоить значительно дороже, там, я точно не помню, по-моему, где-то раза в полтора-два. Но разницы особой нет. Поэтому, например, не оригинальная манжета 400 гривен и оригинальные амортизаторы, если я не подводит память, по-моему, по 75 гривен штука. Что это получается? 900, 400, это 1300, 150, 1450 гривен. Ну, и на это, в принципе, на манжету, то есть, на работу свою я даю гарантию год. Единственное, на манжету, конечно, если вы ее еще раз порвете, гарантии не будет. Но на работу, чтобы после меня тут нигде ничего не течет, машинка, скажем, не скачет, то есть, амортизаторы я заменю. То есть, я как бы даю на запчасти и на манжету тут особо просто не на что давать. Вот, даю год гарантии. Ну, делай, меня устраивает. Отлично. Тогда мы сейчас поедем в мастерскую за манжетой, вернемся буквально полчаса и продолжаем. Привезли мы новую манжету. Амортизаторы у нас были, поэтому приступаем к разборке стиралки, замене манжеты и амортизаторов. Амортизаторы. Музыка. 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 вот даже видно сколько у нас тут воды и течет она видно уже давно потому что здесь у нас вода и с порошком ничего нас тут только нет видимо все это зря потому что и один и вот второй амортизаторы они скажем так по ощущениям нормальном состоянии то есть проблема здесь не в амортизаторах вот скорее всего из-за того что хлипкий корпуса у lg есть такая проблема что даже с нормальными амортизаторами они скачат двигаются машинка легкая корпус собственно хлипенький вот и они скажем вибрирует сильнее чем положено боюсь что замена амортизатора в данном случае ничего не поможет это будет лишняя трата денег меня кстати иногда обвиняют что я меняю запчасти которых можно было не менять там надо было смазать надо было еще какая-то фигня я таким не занимаюсь если надо было меня зачем меня если не надо было значит я не меняю вот в этом случае мы амортизаторы менять не будем поставим назад родные старые амортизаторы более того не занимаюсь там всякими смазываниями и так далее и так далее я стоит понимать что я мастер мой вызов стоит денег поэтому клиенту поверьте дешевле сразу поставить комплект новых амортизаторов за 150 гривен например чем я ему сейчас смажу а через месяц приду еще раз смажу а потом через полгода приду все равно поставлю новые амортизаторы ну к примеру вот когда вы делаете собственно сами для себя то мы можете сюда хоть раз в месяц лазить что хотите смазывать может быть она и будет работать я обычно привык если если деталь неисправна мы берем и ставим новые тем более что цены на сегодняшний день не такие высокие чтобы их поменять ладно ну короче говоря эту эти амортизаторы мы оставляем сейчас ставлю их назад меняем манжету перед тем как устанавливать новую манжету определяемся с положением в котором она должна стоять во первых большинстве манжет и патрубков есть вот такой вот я не знаю стрелочка язычок да такая как бы ну действительно как стрелка она как правило должна указывать на соответствующую стрелочку например на баке куда мы это устанавливаем это первое сейчас увидите значит смотрите вот у нас вверху есть точно такая же маленькая стрелочка то есть мы должны установить манжету так чтобы эти стрелочки смотрели друг на друга если вдруг вы не нашли такой стрелочки у себя на манжете то у нас большинстве случаев на манжете есть отверстие для слива воды то есть для того чтобы вот отсюда у нас вода стекала в барабан и не застаивалась в манжете данном случае они довольно вот такие большие бывают поменьше но как правило у нас вот такие отверстия есть поэтому можем ориентироваться еще и по отверстиям то есть отверстия должны находиться внизу вот поэтому приставляем стрелочку и начинаем одевать манжет и теперь устанавливаем обратно хомут который фиксирует манжету на баке устанавливаем в то же положение в котором он у нас стоял я сейчас очень опасно одевал эту пружину потому что фактически я ее как бы подтягивал силой тянул вот так отверткой вверх вот и придерживал еще и пальцем со второй стороны если бы эта отвертка сорвалась я мог бы распороть и палец это раз и если взять хороший размах еще можно и в лаз заехать так что в этом случае не обязательно повторять за мной и будьте здесь очень аккуратно то есть всегда понимаете что у вас инструмент может сорваться и так далее вы можете что-то повредить поэтому будьте аккуратны так манжету мы проверили она у нас установлена везде нормально то есть везде она стала на свое место теперь мы можем одевать вот эти грузы и собирать машинку обратно но после того как я соберу еще машинку я вам покажу еще один момент из-за которого у нас может и очень часто подтекает манжет на стыке с дверью но это я смогу показать уже тогда когда практически закончу сборку стиралки у нас и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как я обещал, показываю вам еще один лайфхак. Дело в том, что не обязательно, чтобы была порвана резина, для того, чтобы из-под этой резины, или точнее из-под дверки, или на стыке дверки с резиной подтекала вода. Очень часто и даже, наверное, чаще всего бывает так, что вода здесь подтекает по чуть-чуть, буквально по капельке, но подтекает чаще даже в тех случаях, когда эта резина полностью целая. Дело в том, что у нас, как я уже сказал, уплотнение происходит вот по краю вот этой манжеты и, собственно, по стеклу. И эта резина, эта манжета к стеклу должна очень плотно прилегать. В противном случае у нас потихонечку, потихонечку, по капельке, но будет просачиваться там вода. Почему это происходит? Почему она может просачиваться? Потому что на стекле, как раз приблизительно на стыке с резиной, образовывается определенный налет. Налет порошка, там, я не знаю, накипи какого-то, короче, чего-то там налет, да, образовывается. И этот налет отсюда нам необходимо снять. Мы можем попробовать его снять, где, вот. Мы можем попробовать этот налет отсюда смыть тряпкой, но, скажу сразу, это не всегда получается, особенно, когда это именно, скажем так, накип какая-то, да. Поэтому показываю вам еще один лайфхак. Просим у клиента или, собственно, у себя дома, берем коробок спичечный и вот эта вот чиркалка, да, вот эта вот, по которой мы чиркаем спички. Фактически это является маленькая такая меленькая-меленькая шлифшкурка. И мы вот этой вот частью хорошо вот здесь по краю, где у нас касается резинка, хорошо вот так вот все счищаем. Чиркалка эта настолько мелкая, что она не царапает стекло, но при этом она значительно лучше, чем тряпка снимает вот этот вот налет. Вот снизу то, что я не смог вытереть тряпкой, у нас уже фактически снялось. Так, вот, ну, в принципе, у нас здесь уже внизу, а чаще всего налет как раз образовывается вот здесь вот в нижней части. То есть мы вот так вот берем и хорошо вот в этом месте, а здесь она именно прилегает, резинка. Вот даже видно. Видите, остаются такие внутри, как разводы под шкуркой. Я не знаю, или вам видно их, но мне отсюда видно. Это как раз за счет того, что вот этот налет со стекла стирается. Теперь, после того, как у нас здесь чистое стекло, у нас стиралка не должна течь из-под дверки. И, кстати, довольно регулярно мои заказы или мои вызовы этими заканчиваются. Я прихожу к клиентам, у которых из-под дверки подтекает стиралка, чищу им стекло, закрываю, объясняю, как это делать в дальнейшем, и на этом, в общем-то, вся заявка и заканчивается. Поэтому держите бесплатный лайфхак. Так, значит, смотрите, я заменил манжету, амортизаторы я не поменял, я снял, попробовал, они довольно неплохие. То есть я не могу сказать, что они изношены, состояние у них нормальное. Поэтому я не стал менять амортизаторы, установил их обратно. Теперь, что мы делаем с тем, что у нас машинка ездила? С резиной, опять же, с манжетой мы закончили, течь ничего не будет. Что мы делаем с тем, что у нас ездила машинка? Кстати, это подсказывали мне мастера в комментариях под моими видео. О том, что машинка может ездить, особенно в том числе LG, у нее довольно твердая ножка. То есть не резиновая такая, она как бы полупластмассовая. И проблема в том, что на полу собирается какой-то грязь или мыльный пол, от того, что где-то порошок просыпался или чем-то мыльным мыли. И вот это мыло остается как на ножке, так и на полу. И в некоторых случаях очень помогает тщательно вымыть чистой водой пол под машинкой и тщательно, еще более тщательно, вымыть сами ножки снизу, для того, чтобы они не были скользкие. И после этого некоторые машинки перестают ездить по ванной. Помимо этого, если это не поможет, если вы это сделаете, это не поможет, тогда я вам уже рекомендую такой вариант, это как использовать такие антивибрационные подставки. Значит, они, скажем, саму вибрацию не убирают, хоть и называются антивибрационные, но это подставка, которая хорошо прилипает к полу и удерживает ножку. Таким образом, машинка условно как вибрировала, так и вибрирует, но она перестает ездить по полу. Значит, кстати, ссылка на эти подножки будет в описании, кому надо, смотрите. Вам я тоже скину, ну, в SMS-ке скину или в Viber скину ссылочку. Вот, то есть, если это все не поможет, вы сможете потом без проблем их приобрести и сами самостоятельно поставить. Устанавливаются они довольно просто. Я их, честно говоря, что-то не подумал просто с собой взять сегодня. я бы их взял. Они просто устанавливаются под сами ножки. Сначала выставляете машинку, чтобы она устойчиво стояла, не болталась. И после этого просто по очереди как бы нагибаете машинку, чтобы оторвать ножки и подставляете под каждую ножку по подставочке. И машинка, собственно, должна остаться стоять на том же месте. И я думаю, что все эти манипуляции приведут к тому, что машинка будет стоять устойчиво. Так, с вас получается минус амортизатор и минус работа. 500 и заработаю и 400 манжет 900 гривен. Ну что ж, ремонт мы закончили. Клиент со мной рассчитался, а вот за вами остался должок. Дабы его не осталось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока! О, и как утверждают британские ученые, у тех, кто подписан на канал Мастер Плюс, стиралка из-под дверки течет на 30% реже. Поэтому подписывайтесь. Еще раз пока! Субтитры сделал DimaTorzok